Сохранить историю. Музею поселка Харута в этом году исполняется 39 лет. Изначально он задумывался как музей истории школы, но впоследствии стал достоянием жителей поселка. О том, как собиралась коллекция эксклюзивных экспонатов, материали мои коллеги Натальи Дуркиной. Работа пролетарского Хасида Харт, 17 мая 1933 года. Один из самых взрослых экспонатов – рубанок от мастера столярного дела. Он прекрасно дожил до нашего времени благодаря кропотливой работе хранителей музея. Изначально музей задумывался как школьный музей, музей истории школы, но на сегодняшний день у нас собран большой материал и о нашем поселке, о его организациях, о тружениках, которые работают в этих организациях, об участниках Великой Отечественной войны, об эти традициях народов, которые населяют нашу территорию. Это немцы, коми русские, о достопримечательностях нашего края. От школьной формы до патифона, от бивней животных до минеральных пород – всё это достояние жителей поселка Харута, собранных в музее. Коллекция копится и приумножается вот уже 39 лет. Ещё тогда, в начале своего пути, учитель истории Валериан Канев образовал музей в маленькой комнатушке. Теперь же масштабы коллекции увеличились в разы, как и само помещение. Первоначально основные экспонаты, большинство, было собрано самим Валерианом Константиновичем. Ну, а потом, конечно, стали многие приносить, и по сегодняшний день приносят. И мы очень рады, всегда с радостью это принимаем, эти экспонаты. Вот у нас в этом году, например, принесли старинную посуду деревянную. Это внуки Канева Корнила Яковлевича, одного из старожилов нашего посёлка. А также принесли, как раз это было к юбилею Победы, пулемётную немецкую ленту. Значит, люди отдыхают в Белоруссии, и вот там, в белорусских лесах, они вот нашли, привезли и нам в музей подарили. Ещё одна интересная находка – бивни и зуб трагантериевого слона. Их нашла приезжая экспедиция в окрестностях посёлка и передала в дар. В музее даже потолок имеет свою историю. Потолок у нас необычный, зеркальный. Первоначально эти плиты были использованы в оформлении нашего Дома культуры. Это было очень давно. А потом, когда там был проведён ремонт, они были сняты, и часть из них была использована для оформления нашего музея. Экскурсии, классные часы, тематические уроки – это и многое другое проходит в стенах музея. Его часто посещают жители и гости посёлка. Часто приходят выпускники нашей школы, очень любят смотреть фотографии. У нас есть собранные летопись школы – это фотографии, альбомы с фотографиями выпускников. Вот они очень любят смотреть эти фотографии, например, и вспоминать свои школьные годы. В богатом наследии музея бесчисленное множество экспонатов. Однако не все они выходят в свет, не хватает места. Поэтому в планах расширение границ. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», посёлок Харута. Продолжение следует...